Все собрались на этом совещании, потому что в декабре месяце все-таки депутатами городского совета была пройдена комиссия, было проголосовано решение, что нужно все-таки под администрацией морских факторов выделить участок, где будет под логистический хаб, где будет собираться транспорт. Но потом было наложено вето исполняющим обязанности городского совета, Данны Казаковой, потому что не были соблюдены юридические решения, правильные по ее мнению. И некоторые депутаты Верховного совета, и некоторые депутаты городского совета считали, что город Николаев не получит кладбище. Поэтому на сегодня на нашем обширном совещании, я надеюсь и верю, что мы в этом месте поставим точку, и дальше начнется уже конструктивная работа. Вы знаете, последние несколько лет очень много, к большому сожалению, я как Николаевск говорю, очень много есть разговоров о городе Николаеве, о многих строительствах, о многих проектах, но почему-то ни один из крупных проектов не доведен до логического финала, к большому сожалению. Разговоров много. Надеюсь, что в этом году будет достроена городе Николаеве 36-я школа, будет Юрий Исаевича детище, где он был много-много лет назад директором, будет достроена 22-я школа, и проект кладбища «Царство мертвых», которое мы есть, мы должны все-таки помочь им и коммунальному предприятию ритуальной услуги получить кладбище, потому что на сегодняшний день до августа месяца еще есть где хранить людей, а с августа месяца, как я понимаю, уже будут у нас серьезные проблемы. Директор коммунального предприятия чуть попозже выскажется по поводу этого всего. К чему мы сейчас пришли и какая у нас задача? У нас сейчас задача состоит в том, что город Николаев должен получить участок под кладбища. С одной стороны. С другой стороны, там, где у нас должен быть в городе Николаев индустриальный парк, мы должны все-таки развивать его как индустриальный парк. На его месте должен появиться логистический хаб АМПУ. И рядышком уже в дальнейшие годы, через год, два-три, будет развиваться это остальные участки, гектары земли. Вот, я знаю, очень много проектов рассматривается. И мусороперерабатывающий завод, и еще какие-то проекты. Мы сейчас о них пока не будем говорить, а уже по факту будем говорить. Что касается кладбища. У нас есть вопросы по кладбищу. Вячеслав Валентинович только что сказал, что есть у области геатрический пансионат. У него есть 47 гектаров земли, которые область готова передать в город. У нас есть карта. По этой карте можно посмотреть, где находится этот участок земли. К нему очень удобный подъезд, очень удобный отъезд. И я считаю, и не один я, а депутаты городского совета, которые в первый раз принимали решение руководства области, что это удобный и правильный участок по сравнению с тем, где три года назад был подготовлен проект и должно было начаться строительство кладбища. На месте индустриального парка, посредине индустриального парка, по карте сейчас мы попозже еще посмотрим, строить в самом центре кладбища, а слева, справа, чтобы была промышленная зона, я не понимаю, мой мозг не понимает, как это может происходить. Я считаю, что это неправильно. Поэтому Вячеслав Валентинович сейчас скажет нам о передаче участка земли логистического, прошу прощения, индустриального пансионата. И дальше мы продолжим, уже вернемся с ректором реликтуальных...